Аминь 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 бы, может, и не состоялись бы. Они бы просто не состоялись. Итак, и поэтому этот даже записал, что эту недельную главу, комментарий на эту недельную главу я посвящаю Саре и нашим дорогим сёстрам. И жёнам, и жёнам, матерям. Вот, понимаете? Итак, давайте мы, как положено всем евреям, вернёмся в начало. Барейшит, в начале. Итак, в начале Бог сотворил Адама. Он сотворил Адама и смотрит, и нету надёжной помощницы рядом с Адамом. То есть Адам взял, назвал всех животных, он, ну, всё супер, а вот для него помощницы нету. И посмотрел Бог, что это нехорошо, и что он сделал? Сотворил Еву и назвал её помощницей. Самое интересное, в начале он сотворил помощницу ей. Написано, он сотворил помощницу. Что дальше? «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привёл её к человеку». Это Бытие, 2 глава, 2 стих. И интересный момент, что назвал женщину, не Бог, он привёл от Евы, говорит, «Вот это Ева, это кость от кости, плоть от плоти твоей». Так? Нет. Он приводит её к Адаму, Адам смотрит на неё и говорит, «Вот, это кость от кости моей». Ну, прямо, знаете, как рентген такой. Он смотрит, вот говорят, что… Вот Адам придумал первый рентген, он увидел Еву и сразу понял, что кости не хватает. Он говорит, «Во, кость от кости моей, плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Заметьте, это не Бог сказал, это Адам сказал. То есть Адам вроде бы, как сказал, пророческая какая-то перспектива. Он увидел её и сразу же вложил в неё сущность. Он говорит, «Это жена». Вот такая система. Идёмте дальше. Ну, оставим историю грехопадения, потому что мужчины всегда напоминают женщинам. Ну, на самом деле, вы знаете, я вот потом сидел, размышлял и потом подумал. Вы знаете, что если Адам говорит, «Ты кость от кости моей, ты плоть от плоти моей, мы с тобой одна сущность», то на месте Адама, на Евы мог бы оказаться и Адам. Не доказано. Мы как мужчины стоим на том, что не доказано. Ну, сёстры драгоценные. Я имею в виду, что, знаете, тут идёт дальше. Ладно, не буду развивать эту тему. Вернёмся к Саре. То есть я просто хотел сделать первое такое обозначение, что Бог сотворил помощницу. У мужчины есть женщина, и она помощница. Без женщины мужчины могут и не состояться. Это такие мысли, которые надо держать вот сейчас. Идёмте дальше. Саре было 127 лет, когда она умерла. Она повидала много, она была во всех испытаниях, на пути из Харана. Да, вы помните, что выходил из Харана Авраам, потому что откуда выходил, ну, говорят, он вышел из Ура Халдейского. Из Ура Халдейского вышел Фараев его папа. А потом он умер, и они уже пошли дальше. Итак, а теперь я вот всё время как бы говорил, думал, а потом посмотрел на возраст. Ему было 75 лет, когда он вышел из Ура Халдейского, из Харана. А Саре было сколько лет? 65. И то есть как бы, если посмотреть на нашу жизнь, это уже были люди, которые прошли большой какой-то этап. И мы видим, что папа, Фара взял, вышли они из Ура Халдейского, вошли в новую землю. И вы знаете, что такое переехать из одного города в другой город. То есть, это новая жизнь. Вы заново обосновались, а вы только наводили какие-то отношения, какие-то связи. И Бог говорит в 12 главе Аврааму, выйди из родства твоего, да? И Авраам что делает? Поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. А как быть в царе? Вот представляете, мы всё время говорим, да, Авраам молодец, а Сара? Сара послушалась мужа. Но вы представляете, что было с этой женщиной, что творилось внутри неё? Только вот наладилось, только уже что-то, кастрюли появились, а теперь всё бросай, иди дальше. Смотрите, и не забываем, и давайте не забудем, что ещё их имена были, да? Авраама как звали? Авраам. Нет, его Авраам стали звать потом. Он вначале был просто Авраам, буквально сын отца, ну даже сын, который возвышен, отец, который возвышен, буквально перевод. То есть получается, что он известен благодаря своему отцу. А Сару звали Сарай. Ну, сварливая. Понимаете? Ну, сварливая. Что делать? И она была бесплодна. А бесплодие в 65 лет на Востоке, это считалось уже не проклятием, а уже, знаете, как штамп в паспорте. Очень плохо. Семейка с такими не очень хорошими устоями и устройствами. Почему я сейчас вот рассказываю вот эту историю? Чтобы вы просто поняли само вот именно вот это, что происходило, кем они были. Потому что для нас это что-то, знаете, как писал этот, предание старины далекой. Ну, было оно, и мы как бы не вникаем в это. Но если посмотреть на их жизнь, это была жизнь трагедия. Это была трагедия людей, которые жили, и которым пришел Бог. И они, услышав Бога, сделали свой шаг вперед. И потом пошла карусель. 25 лет. Вы помните, что происходило. История в Египте, когда Авраам, ну, когда Авраам, мягко сказать, ну, мягко так, знаете, уступил свою жену фараону. Потом разделение с Лотом, война с царями Содома и Гаморы. А после еще история с Агарь и Измаилом. Ну, я вот все время сидел и думал, какая женщина вынесет подобного. Я смотрел на Авраама, на героя веры, 11 глава евреям. Супер. Ну, Сара, какая жена выдержит подобное? Идемте дальше. Ну, знаете, несмотря ни на что, она была всегда рядом со своим мужем. Она была всегда рядом со своим мужем. И я вот размышлял об этом долго. Я не мог понять, неужели она была такая идеальная женщина? Ну, знаете, вот как идеальная, вот просто вот на ней негде ставить там восклицательные знаки. Да нет. Вы вспомните эту историю с Агарь, когда она просто подставила свою служанку, своему мужу, чтобы иметь какой-то, ну, чтобы, ну, помочь ему, так сказать. Вспомните другие какие-то моменты. Ну, не всегда, не всегда она была совершенной, не всегда. Ну, почему, почему вот именно тогда Агарь, ну, не Агарь, Сара, она вот именно была названа матерью еврейского народа. Ведь мы молимся, мы говорим, баруха та Адуна, я огейну мелыха уламтам, и смехе лукхим хасара, рифка рахель в лия. Да будет ваши дочери, как Сара, да, рифка, рахель. Неужели мы желаем, чтобы наши дочери были как вот Сара и подставляли, вот, какие-то делали неправильные вещи? Я вас запутал полностью, да? Это хорошо, я к этому специально шел. Я к этому специально подводил, чтобы запутать вас. Ну, я, слава Богу, я не Иван Сусанин, хотя он завел с благими целями. Итак, смотрите, я хотел бы, чтобы мы посмотрели на такой стих. Притча 14 глава, первый стих. Мудрая жена устрояет дом свой, а глупая разрушает его своими руками. У Сары было то, что нужно просить всем нам, мудрость. В 65 лет она понимала, что она ничего не может изменить. Она прошла много. И она не могла ничего изменить. И когда пришел Авраам и вышел от Господа, я думаю, она поверила больше, наверное, Аврааму, что Авраам знает, что делать. Потому что она была его помощницей. Потому что она знала его. Потому что она 65 лет вместе, ну, может, они меньше, может, они 50 были, может, они были 45 лет, мы не знаем. Но она была рядом много времени. Она была помощница. сущность женщины, помощница. Сущность женщины, которого жил у нее Бог. Та, которая помогает. И мы без помощников, мы мужчины, которые вроде бы должны называть всех животных, делать кучу-кучу вещей. Мы не можем без помощницы. Мы так устроены. Так Писание говорит. Он сотворил мужчину и женщину. Правильно. И у каждого из них есть определенные такие мотивы. Мужчина кто? Глава семьи. А женщина? Помощники. Мужчины должны что? Любить своих жен, как мессия церковь. А женщины должны что делать? Бояться. Ну, ой, боюсь, боюсь, боюсь. Имеется в виду, что женщины должны быть послушны. Должны быть послушны, как кто? Как община церкви. Ну, там написано бояться, да. Но имеется в виду не панический ужас. Муж пришел, надо прятаться. А именно то, что говорим мы, когда я боюсь Господа Бога. Хорошая идея. Братья тут просто меня поддерживают именно в направлении. Итак, я зажигаю. Женщина — это дар от Господа. Это действительно дар. Это действительно то, что сотворил Бог, зная, зная, что именно вместе мы можем делать то, для чего Он сотворил человека. И женщина, ну, это, конечно, шутка, но в каждой шутке, доля шутки, остальное правда. Тоже человек. Ну, это глупая шутка, но на самом деле мужчины, братья, женщина — тоже человек. И как мы нуждаемся в отношениях, чтобы к нам нас любили, нас лелеяли, нас заботились, так и мы должны видеть рядом женщины не просто кухонный комбайн, знаешь, с функциями всякими такими, там, стирки, глажки и служанки, да, вот сестра подсказывает. Спасибо, спасибо, я добавлю это в мой список. Да, но она действительно часть тебя. И как написано, что бы ты хотел, чтобы делали тебе, да, делай другому. сделай ее госпожой. Сделай ее госпожой. Хорошая еврейская поговорка. Хочешь быть царем, сделай свою жену царицей. Понимаете? И вот этот момент, жизнь Сары меня очень сильно зацепил. Эстер? Еще. Мы не будем сейчас в авионское пленение уходить. Я хочу, чтобы вы просто поняли, что когда я прочитал, то есть я бы мог рассказать там много чего интересного. Там и невеста для нашего Ицхака, там и много других моментов. Там и торг за поле. Там много чего интересного. Но вот эта жизнь Сары меня вот как-то остановила. И вот эта самая главная мысль, что в жизни каждого Божьего человека была женщина. Для кого-то это было идеально. Для кого-то, как, например, у Самсона это было не очень идеально. Вы помните, чем кончилась история Самсона. Или у Гота тоже такая была интересная история. Жена такая была помощница, что помогла так, что потом Израиль не знал, как ему разгребаться в этом авитяне. Да, помните, появились. Я к чему веду? Я веду, что Бог, Сара прожила определенное количество лет. Сара прожила 127 лет. И в 65 лет она была, скажем, у разбитого корыта. Она не видела ничего. И когда муж, когда ее супруг начал движение за Богом, она пошла с ним. И она была его помощницей. Она не стала доминировать в его жизни. Она не стала, ну, не знаю, она не стала ему указывать, там говорить, как, ах ты такой, ну, куда ты пошел? Помнишь, как нам было хорошо? То есть, да, она совершала какие-то неправильные вещи. Да, она где-то была слова. Но то, что они были вместе, и эта семья, они пришли к определенным целям. Именно Сара родила Ицхака. Не Агарь Измаила. Агарь родила Измаила, но это не была Божья воля. И после Ицхака были много сыновей написано. Но именно женщина, которая была рядом с ним, совершила то, для чего Бог создал эту пару. Они исполнили волю Божию. Это предназначение Бога. И вот семья, я увидел через это все семью. Иногда мы говорим, служение Богу, знаете, важно. Служение Богу необходимо. необходимо жизненно. Но все начинается с семьи. Наша семья это то место, где мы начинаем служить. Где мы становимся помощниками, где мы становимся исполнителями воли Божьей. Где мы становимся теми, кто учится слушать. Где мы становимся, ну, где мы начинаем слышать. Знаете, можно слушать, но не слышать. Можно слушать людей, но не слышать, что они тебе говорят. Можно слушать, читать, что говорит Бог, но не принимать это в свою жизнь. Жизнь Сары показывает нам, что несмотря на трудности, на испытания, на какие-то вещи, которые, казалось бы, были нерешаемыми, Бог совершил свою работу. Она родила в 90 лет. Ну, скажем, это они неправильно считали, они считали там то. Послушайте, я не знаю, Библия говорит, она родила в 90 лет, и это было чудо. Женщина, которая 65 лет пыталась это сделать, и только потому, что она была послушна мужу. Послушна не в плане того, что он сказал, я хозяин делай, что я тебе сказал, а потому что она была послушна Богу, и она боялась, что муж поступает правильно. И Бог интересно пришел к Аврааму и говорит, слушайся жену свою, Сару. Хотя Авраам, написано, он был мудрым. Значит, в этой мудрости что-то не хватало, что Богу пришлось так напомнить. Это кость твоя от кости и плоть твоя от плоти. Поэтому, смотрите, тут такая мысль была, я записал. Служение идет после семьи. Богу не надо жертвы в лице наших детей или отношений. Мол, Боже, я даю тебе все это, это такая жертва, знаете. Мы порою жертвуем чем-то хорошим, правильным для того, что мы думаем будет правильным. Но это не всегда работает. История вот Сары, Агарь это показывает. История Сары и Агарь это показывает. Хотел ли Бог, чтобы родился вот это, ну, от кого произойдет народ? Несомненно. Понимаете? Я сбился с мысли. Хорошо. Итак, смотрите. Саре было 127 лет. И она была очень интересной женщиной. И она была, ну, именно тем, той личностью, которую бы нам хорошо бы исследовать каждому. И не только ее жизнь. Многих других женщин. Самая главная моя мысль. Если бы не было бы Сары, Авра мог бы не состояться. Если бы у него была другая женщина, возможно, ему пришлось бы умереть, как Фаре, его папе, кому-то опять родиться и начать это движение. Мы не знаем. Это просто мое предположение. Поэтому, драгоценные сестры, будьте помощницами своим мужьям. Будьте теми, ради которых потом будет начинать главу Торы. И было жизни Сары. Сары. Понимаете? А вы, братья мои, прямо по-старославянски так, братья мои, давайте мы будем помнить, что Бог дает нам не просто, знаете, жен, как говорила сестра служанок, но он дает нам помощниц. Ну, заметьте, что в притчах написано, что она встает ночью, что она раздает урочное служа. Все, все. Хорошо. В общем, я понял, что эта недельная глава даст повод для размышления и для каких-то вещей на будущее. Мужьям и женам. И я прошу, давайте помолимся. Господь во имя Ишуа, мы просим Тебя, чтобы Ты благословил нас с собой. Ты благословил наши семьи, Ты благословил тех, у кого еще нет семей. Боже, Ты благослови нас быть мужами и женами по сердцу Твоему. Благослови нас быть помощниками друг другу и быть помощниками Тебе. Благослови нас, Господь, быть благословением Божиим. Благословением, а не проклятием. Благослови нас быть теми, кто будет отдавать и теми, кто будет делать Твою волю на этой земле. Во имя Ишуа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok